Доброго времени суток, господа! Приветствую вас на канале Автозвук с вами руками. Меня зовут Артём. И сегодня я хочу с вами пообщаться на тему удобной коммуникации в багажнике автомобиля. Я думаю, ни для кого не секрет, что у многих мужчин багажник это очень важное место в автомобиле, куда можно сложить всякие нужные вещи, например, при поездке на рыбалку, либо в походе, либо, может быть, на какую-то стройку что-то перевезти. В общем, габаритные вещи всякие нужно перевезти. А довольно-таки часто сабвуфер мешает, его надо откручивать, постоянно доставать. Я приобрел несколько девайсов для удобства соединения акустических и силовых кабелей в багажнике вашего автомобиля. И хочу поделиться с вами их внешним видом, как они устроены, с чего сделаны и так далее. Давайте посмотрим. Но от вас жду, конечно же, обратную связь в виде комментариев, ну и оценок, понравилось вам или не понравилось. Обязательно пишите свое мнение. Приятного просмотра! Обратите внимание, что столом я выбрал сразу сабвуфер, чтобы наглядно вам показать, как это будет выглядеть, как это будет подключаться и желательно со стороны. Итак, в данном случае это короб со спаренными портами, барракуда. Я уже не помню, как называется моделька. Вроде ничего так себя показал. И у него сразу заводской терминал есть, в который вы можете просто вставить вот так два провода. И когда надо снять его, допустим, вы просто отжимаете и достаете. Это довольно-таки удобно. Но, довольно часто бывает такой терминал, у которого сюда надо провод, чтобы вставить и зажать, его надо откручивать. Я думаю, многие с этим сталкивались. Это довольно-таки большая проблема. Для этого, для E-Loudy, мы сделали вот такую штуку. Обратите внимание, как сюда зажимается провод. Называется эта штука Banana Plax Raven. Профессиональный терминал для подключения акустического кабеля. Максимальное сечение кабеля до 8 гейдж. То есть, 8,5 мм должно залезть. Вот так он выглядит, смотрите. То есть, вот это банан называется. Вот это. А здесь вот такой вот именно зажимной коннектор. И что еще могу сказать. Сюда также такой же банан может вставляться. Вот. То есть, диаметры все соблюдены. То есть, можно параллельно подключить еще один. Если, допустим, у вас один ящик стоит. Вы подключили. И рядом еще один ящик ставите. И подключаете сюда же. То есть, чтобы не скручивать там кучу проводов вместе. Как он подключается? Он подключается вот так. Все. Он подключен и работает. Если вам нужно ящик вытащить, вы просто подходите, выдергиваете. Куда-то кладете. Там, в спинку втыкаете, например, в автомобиль. Ящик убираете. Сюда же провода надежно зажимаются именно винтовым соединением. Я думаю, это видно. Дальше. Также для акустического соединения есть вот такой вот терминал. Это профессиональный адаптер для соединения акустического кабеля до 8 гейдж. То же самое. До такого же сечения. Он сделан уже по-другому. Видите, да? Здесь два крепления есть. И здесь два крепления. Вы его крепите на какую-то поверхность. Если вы решили, например, этот приемным сделать, да? Прикрутили. То вот этот можно выдергивать. Здесь также идет банан. По такому же типу сделано. Как и здесь. Видите, да? Ну, допустим, у вас двухкатушечный динамик стоит в ящике. Вы на ящик прикрутили этот терминал. Вот так. А сюда зажали четыре провода. Например, 2 Ома, 2 Ома. Ну, и тут 2 Ома, 2 Ома. Параллельно. Бэнкс. Все. Поехал. Ну, либо два сабвуфера. То есть, одна катушка. Один сабвуфер. Второй сабвуфер. Подключили. Ставили. Поехали кататься. Надо вам снять сабвуфер. Вот сюда его выдернули. Сабвуфер сняли. Погрузили картошку. Дрова на дачу. Шашлыки на природу и так далее. На природе обычно сабвуфер не нужен. На рыбалке тем более. Ну, а в огороде уж тем более. Бабки проклянут. Хорошая тема, кстати. Зажимы под шестигранник. Давайте еще раз покажу покрупнее. Оба девайса. Посматривайте. Ну, вот. Хорошая тема, на самом деле. Удобная. Эта штука, кстати, полностью выкручивается. Вот, смотрите. Видите, он вставляется, как... Если вдруг надо... Ну, продолжить. Ну, опять же. Чик. Все. Это два вот таких. А вот этот вот, это для усилителей. Плюс, минус, посередине ремот. Сюда динамики. Вот этого усилителя. Ну, если, допустим, где-то разнесено. Если у вас усилитель прямо на коробе, конечно, провода вы прокинули сюда и все. И тогда вам нужен только такой. А если у вас усилитель где-то на спинке, и вы его не снимаете, а снимаете только сабвуфер, то вам нужен либо такой, либо такой. Тут все просто. Это называется тоже серия Raven. Профессиональный адаптер для соединения силового кабеля. Power Cable Splitter. Этот уже идет до 4 гейдж. Прям, ну, толстый кабель можно вставлять. 25 миллиметров, я думаю. Да, 25 миллиметров спокойно залезет. Также идут шестигранники. Также идут 4 крепления. И также он достается легко. Прикольная тема. Обязательно напишите свое мнение, что вы об этом думаете. Все ссылочки на продукты, на эти я скину, где приобретал и так далее. Есть официальный сайт. Неужели у вас в комментариях. Не обещаю, что всем отвечу. На этом у меня все. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Увидимся в следующем видео.